Привет, стратегические жовжики! Вы чуете Алексейчика Халецкого, граюнчика у стратегичной гульни. Вчера Amplitude Studios анонсировали такие большое дополнение к Humankind. Называться оно будет Together We Rule, то бишь «Вместе мы правим». И знаете, что добавит? Агентов, систему сдержек и противовесов, посольства, конгресс, новые культуры, ну и, естественно, всякий другой контент. Пока подробностей мало, вот видите этот трейлер, несколько скриншотов, буквально парочку и всё. Ну, что я могу сказать? Во-первых, я ещё практически год назад знал, что будет конгресс, потому что, напомню, озвучивал аватара для Humankind. Ссылка на видео, как это происходило, сейчас появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании и в прикреплённом комментарии к этому видео. И вот там было множество фраз, относящихся к конгрессу. То есть разработчики заранее знают, что в игре будет дальше. Ну и вообще всё это дополнение заточено на дипломатию. Что за агенты? Видимо, это будут шпионы. И я надеюсь, у них будет такая же роль, как в Endless Legend. То бишь, они будут открывать статистику ваших соперников. Потому что на данный момент узнать, как развивается ваш соперник, вообще, по-моему, никак нельзя. Во всяком случае, в описании сказано, что это новый класс юнитов, которые могут служить как дипломатами, так и скрытыми агентами. Либо устраивать диверсии во вражеских городах, либо собирать информацию. Далее появляется новый ресурс Leverage, что на русский правильно перевести как система сдержек и противовесов. Что, конечно, тяжеловесно, и мне интересно будет увидеть, как на самом деле переведут. Но реально в русском языке это именно так, система сдержек и противовесов. Но это именно что ресурс, который будет накапливаться. Я так понимаю, что чем-то будет похож на дипломатические очки в шестой циве. Потому что в описании сказано, что вы его можете расходовать на различные дипломатические действия. Что за дипломатические действия? Возможно, это как в Endless Legend, например, принудить к миру. Или заставить принять какое-то предложение. Посольства, я так понимаю, будут районами или зданиями в игре. И, например, будут давать доступ к уникальным районам вашего союзника. Это одна из функций посольств, больше пока не особо понятно. Конгресс описывается как голосование за мировые законы и решение конфликтов через дипломатическое давление. Как реализовано это будет пока непонятно, так что ждем подробностей. Шесть новых культур добавятся. Шумеры, Хань, Булгары, Швейцарцы, Шотландцы и Сингапурцы. Причем у всех у них будет новый уникальный трейд. Все они будут дипломатами. Что именно эта способность дает, пока неизвестно. Но мне, конечно, забавно, что шумеры и булгары у нас дипломаты. По-моему, они совсем не дипломатии решали вопросы с соседями. Ну и понятно, что будут новые чудеса природы, великие чудеса, события. Все это будет добавлено. Обещают, что обновление должно выйти в течение осени этого года. Ну, в течение трех месяцев, видимо. Но конкретной даты нет. Вместе с дополнением будет еще и бесплатное обновление, которое добавит в игру возможность участвовать в битвах третьим сторонам. То есть, например, если ваш союзник с кем-то воюет, у него происходит битва, то вы сможете в эту битву зайти и помочь союзнику. Будет переработана стелс-система. Ну, то бишь, есть юниты, которые, по идее, не должны быть видны соперникам. На самом деле, они хреново работают. Мало кто ими пользовался вообще. И, наконец, еще обещают улучшить независимые народы. Вот эти вот города-государства. Они будут давать больше каких-то бонусов, но зато борьба за то, чтобы стать патронами этих независимых мини-государств, будет суровее. В ближайшие недели Amplitude Studios обещают подробнее рассказать об этом дополнении. Естественно, я вас буду держать в курсе. Даже несмотря на то, что старт HumanKind'а можно считать в некотором смысле провалом. Ведь сейчас в игру играет, ну, в среднем чуть больше полутора тысяч человек, хотя на старте их было 55 тысяч. Просто для сравнения, в пятую Циву в среднем играет 15 тысяч, а в шестую 45 тысяч. Чтобы вы понимали, на старте в первый день в шестую играло 130 тысяч, а это был октябрь 16-го года, и спустя 6 лет всего лишь в 2,5 раза уменьшилась аудитория. Это офигительный результат. В HumanKind'е за год почти в 30 раз. Тем не менее, я все еще считаю, что у игры огромный потенциал. Шестая Цива вначале тоже, извините, не блистала, и у нее была оценка ниже 60% положительных отзывов в Стиме, но потом дополнениями и исправлениями разработчики все-таки реабилитировались. Так что считайте, мы все еще играем в бета-версию HumanKind'а. И дополнение выглядит интересно. Главное, чтобы они этим дополнением опять игру не сломали и долго ее потом не зашивали и штопали. В общем, ваши впечатления от анонса надеюсь прочитать в комментариях. Ну а на этом все. Играйте в умные игры. Слава Украине и Живе Беларусь! Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok